Мы уже говорили от слова саджида и от слова харама. Это может быть само действие, это может быть место, это может быть также и время. Место, время и само действие, когда есть факт следования приказам Аллаха и остерегания от запрещенного Аллаха. В суре Юсуф говорит своим родственникам, входите в миср, аминь, в безопасности. Это Аллах показал Мухаммаду, алейхиссалям, и когда в суре Фатх, Аллах говорит, Аллах подтвердил то, что он показал своему посланнику. И споры начинаются, где Аллах показал. Ну, давайте, покажите мне в самом Коране. Масжид-эль-Харам – это было в Египте, когда Юсуф там установил приказы и запреты Аллаха. Приказы и запреты Аллаха заключаются именно в том, чтобы из своего избытка делиться с нуждающимися. Юсуф это реализовал в масштабах всей империи египетской, не только всей империи, даже с прилегающими территориями. И говорит, входите в Египет, иншаллах, аминь. В Египет тогда был масштаб-харам, там, где реализованы приказы и запреты Аллаха. И когда Аллах вывел Муса и верующих в отдаленное от Египта место, вот тогда Аллах называет это из масштаб-харам в масштаб-ақса. Из территории, где реализована была когда-то религия Аллаха, он вывел в отдаленное место, то есть на другую сторону моря. Вот в суре Фатх Аллах говорит, вы непременно обязательно войдете в масштаб-харам. Понимать это как здание, где-то географически находящееся, и обещал Аллах именно, что вы войдете в это здание. Хорошо, вошли, и что дальше? Дальше ничего. Такого не будет. Аллах с самого начала приказывает реализовывать свои приказы и запреты. Где бы вы ни были, куда бы вы ни выходили, куда бы вы ни направлялись, везде вы реализовываете приказы и запреты Аллаха. Вот это и есть масштаб-харам. Вы непременно войдете в масштаб-харам, это значит, это значит, все равно в конце Аллах дал обещание. Вот в девятой суре мы читали, в шестьдесят первой суре мы читали, что конечный результат будет реализация, полная победа этого вероустава над всеми ложными религиями. И в конце Аллах дает фатх. Аллах дает фатх. И там говорит, мы сдержали свое обещание, реализовали то, что мы показали когда-то своему посланнику. Посланнику показал Аллах. Пример Юсуфа, его тоже братья, то же самое, как Мухаммада, братья из Кураиш хотели убить, вообще изгнать. Юсуфа тоже самое хотели. Он там с помощью, с поддержкой Аллаха выстоял, прошел все испытания. То же самое произошло с Мухаммадом, алейхиссалям. И в конце концов, обещание Аллаха было реализовано. В Египте он установил законы Аллаха. Египет можно называть масчид-эль-Харам. И вот эти территории, где приказы и запреты были реализованы во время Мухаммада, алейхиссалям, вот эта территория и будет называться Масчид-эль-Харам. Масчид-эль-Харам, мы сказали, Масчид-эль-Ахса, то же самое, просто отдаленное место. Не в центре. В Мекке, например, если Мекку считать столицей арабского мира, то Аллах вывел точно так же, как и Муса в свое время, точно так же, как Юсуфа в свое время, на отдаленное место. В случае с Мухаммадом, алейхиссалям, это будет Ясреб. В случае с Муса, это будет противоположный берег моря и так далее. Масчид-эль-Харам, это будет противоположный берег моря и так далее.